Вы вообще болеть не должны, у вас сестра должна быть постоянно. Ну мне сказали, мне надо сделать. Ну прям вот скорее надо. Ну всем тут. Да, конечно. Солюбие. Сокровище благих и жизнеподателю прилипсели савны, и очистены от всяких скверны, и спаси блажь и души наши. Отец наш Небесный, молим Тебе и имя Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Прибудь с нами, Господи. Благослови наше собрание, Господи. Не дай нам уклоняться ни улево, ни вправо, но научи нас следовать срога по окроваленным правилам стопам. Тебе славу вас, Сылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Ты зря тогда положила, и ты сходил, и ты не имеешься. Почитаешь? Не забыла. Давай мы почитаем. Нет, сейчас. А что, Евангелие или? Апостольское. Апостольское. Во имя Отца и Сына, Ситак, Духа, Аминь. Аминь. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 6 глава, с 1 по 10 стих. Первый стих такой. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Толкование блаженного Феофилакта. Мы, говорит, спаспешуствуем и вам, и Богу. Вам, чтобы вы спаслись, а Богу, чтобы исполнить волю Его. То есть, о вашем спасении умоляем, в контексте говорит, вместо Христа, даже до второго пришествия Его. И до тех пор, пока существуем всей жизни. Дабы вы не приняли благодать Божию. И во что пользы получить свободу от грехов благодатью Божией, а потом опять наполняться ими по своей беспечности? Задает вам вопрос. Снова является вражда, и благодать к нам становится тщетной. Итак, не думайте, что одна вера составляет примирение. Нужна и жизнь. То есть, не слушатели живы будут, а исполнители. Это Господь сказал. И второй стих. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя. Я с Большим Буком, конечно, это Господь. И в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Толкование было же, оно все было так. Какое это благоприятное время, задается вопрос. Время благодати, в котором прощение грехов и сообщение оправдания. Время благоприятное есть то, в которое Бог принимает нас, выслушивает нас и спасает. Ибо во время суда он не будет ни выслушивать, ни помогать, ни спасать. Итак, мы должны подвязаться в это время благодати, потому что легко получим награды. Вот мы видим, что от Теопана Затворника получили мы это понятие о трех степенях благодати. Или о трех произволении благодати Божией. Вот видите, Господь нас сначала принимает, потом выслушивает, а потом уже спасает. Ну, то есть сначала, значит, благодать какая идет? Призывающая. Призывающая, то есть принимает нас, потом обращающая, то есть выслушивает нас. Это наше покаяние. И потом спасение, то есть крещение. Спасение, то есть вот так. Благодать освящающая называется. Освящающая, то есть мы становимся, как называется тебе, кого освящают? Святые. Не надо стесняться этого слова. Если вы считаете, что вы не оглашенные сейчас, а верные Богу, то вы святые. Вторая корица, 6 глава, 3 стих. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Толкование блаженных эпилог. Молим, сказал, молим, сказал, молим, сказал, и поспешествуем. Каким образом? Беспорочной жизнью. Самым же... Самым же... У меня есть... Сейчас я поставлю. Извините. Не хватает люминсцентных... Люминсцентных... Все, у меня есть, я вас благодарю. С поспешествуем. Каким образом задается вопрос? А я вижу. Беспорочной жизнью. Самим же ходом повествования советует им обратить внимание на него. Это на этот ход жизни. Ибо, говорит, я так устрою жизнь свою, что никому не подаю повода, не говорю к обвинению, но и к обыкновенному упреку. А еще более к соблазну, чтобы не было порицаемо служение наше. Опять не сказал, чтобы не подпасть обвинению, но чтобы дело мое и служение мое не получило и случайного порицания. Некоторые же объясняют это так. Но ничего не надо, у меня достаточно. Чтобы порицание не перешло на проповедь, ибо ее называют служением своим. Так это у нас подчеркнуто. И выделено крупным шрифтом и жирным. То есть на это будет комментарий Игнатий 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 Игнатий. Еще раз. Некоторые же объясняют это так. Чтобы порицание не перешло на проповедь, ибо ее называют служением своим. То есть можно задать вопрос. Так его же укоряли. Да еще как. Ну вспомните, там он говорит, я там более того, говорю это в неразумии, такими словами говорит, что я более других потрудился. Значит его укоряли. Но разговор идет не об этом. В проповеди его никто укорить не мог. Поэтому Галатам он говорит так. Если к вам придут и будут благоествовать не то, что мы благоествовали, он говорит про всех апостолов и про себя. И еще раз повторяет. Если даже ангелы с неба явятся вам и будут не то благоествовать, что мы благоествовали. То есть говорить о Евангелии не такими словами. То анафема. Тем, кто это говорит. Анафема. То есть они идут к проклятию. В ад. Он не судит их, а делает предупреждение. Первое и последнее. Когда я живу худо, продолжает Феофилак. То подвергается презрению и порицанию проповедь. Незаметно. И им намекает, что когда они живут худо, то хула обращается на Христа и на веру. Можно сказать, что наша община, как она живет, худо или не худо. Вот знаете, кто не попадает из наших братьев и сестер в интернетное общение. Что там люди, они постоянно смотрят вот эти наши занятия. Сегодняшние будут опять эти собрания, занятия смотрят люди. И в основном, в общем-то, это смотрят люди. И они очень сильно обращают внимание на нашу общину. И наша община для многих-многих из них является примером жизни. Потому что мы постоянно берем примеры из жизни нашей общины. А откуда брать? Больше я не знаю, где верующие люди живут. В таком, ну, хотя бы их было там 20 человек. Вот сегодня у нас там чуть больше 20 человек собралось. Но где еще соберется людей, которые истинно крещеные, троекратным погружением, единодушные, единомысленные вокруг священного Писания. И слушают, молчат, задают вопросы или делают выступления, которые спасительны для души. Не просто какого-то другого человека, а вообще всей вселенной, понимаете? Идет какой-то. То есть получается, что в нашей общине рождаются такие мысли спасительные, что они угодны Богу. Вот так. И люди, вот через это наше с вами общение, приходят к Богу. Не просто приходят ко крещению и потом приезжают к нам, потеряют. А вы тут сидите, слушаете, просто помолились там, может даже ничего не сказали. Понимаете? А почему? Потому что молитесь, потому что это угодно Богу. Потому что мы находимся в общении. И вот тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И до людей это доходит. Они понимают и очень стремятся к нам попасть. Более того, может быть и попадут. И даже для нас это будет великое благо. Молиться надо об этих людях. Итак, Игнатий Тихонович Лапкин комментарий дает на слова, чтобы полицария не перешла на проповедь, ибо ее называют служением своим. Даже богоборческий режим, ну это говорится о коммунистах, хорошо понял значение проповеди. И не просто проповеди по школьному учебнику, а проповеди по вдохновению. Проповеди, касающиеся душ человеческих. А как они это поняли? Потому что они слышали, вот эти безбожники, они слышали проповеди. И понимали, что эта проповедь зажжет души людей. Сатанинско-людоедский режим, называется коммунистический режим, Игнатий Тихонович, в нашей стране официально разрешал молиться, превратив религию в культ. Разрешал молиться. Не, не разрешал, а разрешал молиться. Сатанинско-людоедский. Разрешал молиться. Дальше послушаем. Они не боялись ни богослужения, ни треб, ни праздников. Но они пристально наблюдали, как змей, чтобы не было проповеди. И чтобы ни одна душа не возродилась для Христа через проповедь. Откровение 12 глава 4 стих. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить. Дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Дальше комментарии. Главное порицание и обвинение шло против проповеди. Как же священнослужителям не понять этого ныне? Чем это объяснить, задает вопрос Игнатий Тимович. Только одним, что они мертвые и невозрожденные. Только тем, что их не коснулась благодать призывающая и благодать обращающая. Мертвый не может родить живого. Страшные слова на самом деле. И очень ко многому обязывают нас с вами. Так как мы себя считаем живыми. В свое время мы пошли на проповеди. Массово пошли на проповеди. Вы помните, как мы ходили. Сейчас это все затихло. Молодежь не поддерживает нашу планку. Эту не смогла взять. То ли маленькая еще, то ли умом маленькая. Ну а у нас уже старенькая. Из последних сил, как говорится. Нам нужно собираться и показывать дальше этот пример. А то проповеди, где мы проповедуем, они старые. Там есть, где мы там ходим по площадям, по улицам. Есть старые такие. А вот молодежь, которая пришла, они рождать детей могут. А детей рождать не могут. Понятно, да? Так в чем я говорю. А им нужно стихотворение Игната Тихоновича к оглашенным наизусть заучить и стремиться к этому. Как мне пробиться к тебе, оглашенной, тропинку к душе проложить? Будешь ли дьяволу с частой мишенью старое все ворошить? Проповедь, проповедь сделай снарядом. Хлебом насущным, водой. Счастье отцовства появится рядом. Нежный росток молодой. Мы смотрим на младенца и слеза накатывается почему-то. Но жизнь пришла. И мы не знаем, какой он будет или что. Но вот то, что просто жизнь пришла, мы радуемся. А представьте, как радуются ангелы и сам Господь. Как ангелы трепещут от радости, когда рождается душа. Разрождается для вечной жизни. Представляете? Они так возрадовались, когда Христос пришел. Они поняли, что спасение идет к человекам. Наконец-то они служителями созданы. И вдруг они никому не служить. Некому служить. Были там ангелы для каждой группы народов. Ну, они так просто смотрели, чтобы до конца не убили себя. А чтобы каждому ангел-хранитель был представлен, такового не было. Только там у евреев это все. И то в зачаточном состоянии. И вдруг ангелы все понадобились. И сейчас все люди распределены. И мы с вами. И сейчас я не знаю, сколько здесь ангелов присутствует. Но больше присутствует. Потому что мы здесь. Мы молимся Господу. Прославляем Бога за все. И главное, что у нас здесь мысли ясные, правильные. И мы Господа не докучаем ему неправильными молитвами. Если помолились, то говорим, да будет воля твоя. А сейчас, знаете, у нас свершилось некоторое непонятное для нас, что будет дальше. События, прирастание опять России этими землями. Но не можем и без этого. Там и другие моменты есть тоже. Моменты, что там на этих землях люди. Вот в чем дело. Этих людей убивают. Это тоже надо. И вот Россия, она всегда, видать, вот то, что русские люди православие до конца не отвергли. И все-таки православие, сам Христос действует на души людей. И вот это распространяется почти что на весь народ. Жаль, что это все происходит с оружием, с убийствами и так далее. Но, в общем-то, посыл правильный. Защитить другого и так далее. Но по-другому нельзя пройти. И Господь сказал, будут войны. Народ на народ пойдет, царство на царство. Не ужасайтесь, не бойтесь. Всему надлежит быть. Ждите, никто не погубит земли. Я сам приду, все погублю, когда надо. И спасу, кого надо. Потому что я сотворил и тьму, и свет. И все остальное прочее. Все, что есть, и ада, и все. Все Господом сотворено. Но знайте, что ад не для вас, а для сатаны. Поэтому вот бодрствуйте и молитесь. Об этом здесь Господь говорит. И дает нам благодать. Еще не просто, а ну давайте быстро ко мне. А дает сначала посмотреть на человека. Чтобы ты привык к Господу. Какой он потом дальше покаялся. Ну то есть, дает время обращения. Помолимся за тех наших братьев, которые еще не поняли этого. И сейчас там, в том пекле. Ну это огненное испытание. Пускай они после этого пекла выйдут оттуда обновленными. Если Бог своей волей им даст оттуда выйти живыми. И чтобы наконец-то они пришли к нам вместе и сказали. Мы наконец-то прозрели. А мы им скажем. А мы так долго ждали вас, дети наши. А сколько детей у нас, которые не с нами. Вот есть с нами, слава тебе Господи. И мы знаем, что жертва была принесена ради этих детей. Вы знаете о нашей сестре. Какую жертву она принесла. В ранние годы уйдя от нас. Но однако они здесь с нами. С нами как с братами. Слава Богу. Глядишь, Господь им тоже до конца откроет. Ну а тем, которые не с нами, которые мимо нас проходят. И живут там же в этом поселении, где мы с вами родились. Истина. А здесь их нету. Они тут учатся. Ну-ка, мимо нас проходят. Да пускай же они мимо Христа не пройдут наконец-то. И потом, когда-нибудь может кто-то появится. Вот тут у нас и скажет. Я прозрел. Моя душа прозрела. Я все время это жду. Помоги, Господи. Пятый стих. Под ударами. В темницах. В изгнаниях. В трудах. В бдениях. В постах. Блаженый феофилакт. Эти слова. Апостол Павла. Толкует. И удары, и темницы. Смотри, сколько зол. Каждая из них само по себе весьма тяжко. То есть, в гонениях, когда кто не имеет места, где остановиться. Будучи преследуем из места в место. Это было с нашими священниками, когда их начали большевики гнать. Невозможно было остановиться. Сразу. Только остановился в деревне на неделю. Все, уже тебя сдали. Сдают сами же прихожане эти. По разным причинам. Сказав о бедствиях внешних, здесь говорит и о своих собственных, которым он добровольно подверг себя. О трудах, то есть о делании рук своих, которые питал и себя, и других, и вместе с тем бодрствовал и пастился. Ну, здесь, скажем, нужно работать, как вот в коммунных работали. Были коммуны такие, монахи. Монахам дали такую лазейку, чтобы они существовали в начале советской власти. Коммуны создать трудовые. И они создавали эти коммуны и пытались выжить. И некоторые даже выживали. И поэтому в 37-м году эти коммуны закрывали уже путем оружия насильственное. А они выжили, люди. То есть так трудились, что хватало и на этот страшный налог огромный и так далее. Хотели только именно, чтобы быть вместе, молиться хотя бы. Но Господь этого не дал по причинам того, что не было проповеди. Должна быть проповедь. Поэтому Господь все делал для того, чтобы наша сегодняшняя община с вами существовала. Чтобы другие люди видели. И в наше непростое время, когда мы все предстанем пред Судом Божиим, не сказали. Да нельзя было в то время быть верующим. Потому что все, мамона захватила. И будет показана наша община. Наши сестры. Но я лично верю, что наши сестры, которые выходят на небесах, молятся за нас. Почему? Потому что мы до сих пор вместе собираемся. Ну, на чем это все основано? Конечно, на вере. Если бы не было этой веры, они за нас не валились пред Господом. Мы бы давно уже разошлись. Потому что это было бы не угодно Богу. Но мы видим, что угодно. Какие труды, посмотрите, вот сзади вас, вот они на столе. Эти труды вообще уйдут в века. И они будут представлены, когда, если кто-то из нас попадет перед престолом Христа, они будут там сиять. Эти книги, которые будут разгибаться, это эти будут книги. Потому что, если будете вот эти книги читать, то вы непременно спасетесь. Я всегда это говорю на занятиях, которые провожу, или участвую в них в интернете. И многие сейчас благодарят и говорят, мы для себя книг не открывали, Игнатья Тихоновича. Сейчас мы просто сидели и его слушали. А теперь, говорят, начали книги читать, так там столько всего, а мы не верили вначале. Ну, то есть, книга какая-то лежит и лежит, как кирпич. Он лежит и лежит, но если ты откроешь книгу, ты спасешься. А люди не верят просто. Ну, нету веры. Душа не открылась, не воспламенилась вера еще. И поэтому есть песнопение, если вдруг кто-то оступился, пошел не тем путем, мы должны его поддержать, прийти за ним и так далее. Шестой стих. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе святом, в нелицемерной любви. Толкование. Так называют целомудрие, или чистоту во всем, и нелюбостяжательность, и безмездную проповедь. Вот запомните, три, давайте еще раз прочтем. На трех держится, не просто на проповеди, и не просто на вере. А глядите, как. Называют целомудрие и чистота во всем. Ну, целомудрие и чистота. То есть, глюсти себя в телесном плане, и в мыслях, и в помыслах, и в чистоте тела. Дальше. И нелюбостяжательности. То есть, душу хранить от сребролюбия. Корни всех зол. Вот. И проповедовать. Вот этого нужно всего достигать. Если здесь, ну, как бы, опуститься, то это будет опять тех же три благодати. Призывающая, обращающая и освящающая. Последняя. Проповедь, это уже без освящения на проповедь не пойдешь. Целомудрие можно достигнуть, смотря на воспитание на родителей своих. А нестяжательность можно достигнуть тем, что ты будешь, ну, смотреть на людей, как на друзей своих. И тогда достигнуть. Ну, то есть, людей будет постоянно недоставать, ну, общение с ними такого простого. Поэтому некоторые миллионеры, они даже одеваются вот так. Большую благотворительность делали, как Савва Морозов. И попал, конечно, в ловушку к сатане, потому что не имел искренной веры, был старобрядцем. Но, если бы он проповедовал, бы никогда Ленин не давал деньги на издания его газет. Освобождение людей там прям печатались. Он это все смотрел и думал, действительно, что эти люди хотят освободить других людей. Но он попал в ловушку сатаны. Если бы он был обращенным, истинно крещенным, он бы никогда не попал. А человек был добрый, очень добрый, хороший, как и многие старобрядцы, но злобный внутри себя. Злобный. То есть, в мудрости Божьей, которая истинная, есть сведение, только не внешняя, как у лжиапостолов. Это признак несокрушимой души. Когда кто, будучи отовсюду поражаем, увезляем, не только долго терпит, но и благоденствует. Показывает, как он сделал все это. Именно Духом Святым, когда показал свои подвиги, тогда уже поставил помощь Святаго Духа. А где эта помощь, когда ты, обратившись, крестился, то есть осветился истинно. Дух Святой его нашел, апостол Павла. И епископ Анания его просветил через возложение рук, просветил, Дух Святой явился ему. И все, и он теперь, наделенный Духом Святым, начал проповедовать. Здесь, разумеется, также и дары духовные, ибо ими доказываем, что мы служим служителям Божьим, потому что совершаем чудеса. Вот такое раньше было, да, говорение языками, провидение и многое другое, исцеление людей, воскрешение мертвых и многое другое. Иначе мы не подали притыкания в Духе Святом, то есть в дарах Духа. Ибо многие из превозносившихся, полученным даром языков, не пользовались ими как должно. Почему они потом языки и ушли, исчезли, дар языков. Но Павел не таков. В нелицемерной любви говорит, вот источник всех благ, вот причина, посему прибыл в нем Дух. Почему в нем находится Дух? И седьмой стих. В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Об оружии говорится. Ну-ка послушаем. Блаженный Фефелак толкованием. То есть, не извращая слово Божие. То есть, мы знаем слово Божие. Не прибавить, не убавить нельзя. Это значит что? Ну, мы иногда цитируем, и что-то там не так букву сказали, что мы убавляем или прибавляем. Но это может быть не очень хорошо, что мы точно не цитируем. Мы видим, что и апостолы точно не цитировали даже этих пророков. Так что, это что, не извращали? Нет. Главное, мысль, которую Господь здесь говорит, чтобы она не ушла, эта мысль осталась, развивалась. И это просто тогда будет толкование. Если это святой муж говорит. А теперь мы толкование эти заучиваем, а они не цитируют. Толкование не цитирует слово Божие. А что? Оно расширяет его. Расширяет каким-то примером, какой-то жизнедеятельностью, которая произошла. И нам становится очень ясно. И мы так можем поступать. Да, Господь этот пример. Для того, чтобы вы не были похотливы на зло, оставил я вам эти примеры, которые святые мужи расширяли, показывали своей жизнью. И мы сейчас видим вот то, что называется послание, деяние святых апостолов. Мы можем назвать это толкованием на Евангелие. Но так как они стали записаны, мы называем это священным писанием уже. Хотя на самом деле тогда это были толкования. Оружие в правде в левой руке означает все прискорбное, а в правой все ограждающее и поставляющее нас в безопасность. То есть еще в двух руках, не просто в левой стороне, это все прискорбное. То есть это скорби. А апостол говорит нам, через скорби мы должны приобрести терпение, терпеть, должны скорби терпеть. Не сразу сдаваться. Что бы мне сделать, пойти там к знахарке, заболел там. Или денег нет, пойду быстренько там, где-то кредит огромный возьму там или что-то еще. Нет, нет, надо терпеть. Терпеть, молиться Господу, советы спрашивать. То есть быть в церкви, находиться не просто так. У старших сначала, у батюшки, потом у совет есть у нас и так далее. У старших братьев. Ну сначала можно просто помолиться, почитать Слово Божие, Господь может быть откроет. И человек не пойдет на это все, он протерпит. Потом у нас появляется опытность. Мы знаем, какая-то скорбь. Не надо в отчаяние впадать. Не надо в войну, какие-то боевые действия где-то там или что там. Какое-то землетрясение или еще что-нибудь. Надо все вначале перенести, потом появится опытность, а через опытность придет надежда. И через наш стон скорби, терпения, опытности и надежда, это стон наш. Стон от того, что тяжело. Человек стонет. Или тяжело ему, или болеет, или вообще какая-то скорбь на сердце. Стонишь уже. Через этот стон рождается надежда. Надежда не постыжает, написано, потому что она ведет к славе Божией. Мы благодарим Господа. Вот это надежда, благодарить Господа. Когда мы говорим, слава тебе, Боже, за все. Как Иоанн Златоуст, последние слова говорят его. Итак, дальше. Павел в том и в другом показал себя безукоризненным, не падая духом в скорбях и не превозносясь в радостях, но все это делая оружием правды. Восьмой стих. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Толкование. Истолковал нам, что оружие в правой или левой руке означает славу и бесчестие. Как же слава служит оружием правды? Тем, что слава учителей привлекает многих к благочестию. Я вам говорил уже про интернет-сообщество, которое создалось сейчас. Там уже появились свои уставы на основе нашего устава. Что же, если это добродетель Павла? Вопрос задается. Конечно, потому что он, находясь в славе, не гордился. А бесчестие, соделывающее терпение, делало его искусным и способствовало успеху его проповеди. Про терпение мы как раз вспомнили. И перенесение порицания есть великий подвиг. Ибо оно сильно возмущает душу порицания. Когда тебя порицают, и ты начинаешь смущаться, и это действует уже на твою проповедь. Ты можешь сказать меньше, ты можешь сказать не так воодушевленно. И все это будет влиять на то, как твои проповеди отреагируют на нее другие люди. И поэтому всегда нужно находиться в духе. В духе, ну, конечно, в духе святом. Понятно. Поэтому и Господь называет, или еще, как в духе, в нашем духе, чтобы мы этот дух был у нас, дух восхищения Богом. Восхищения Его творением всем. Чтобы мы были всегда в такой радости пребывали от этого. Поэтому и Господь называет блаженными тех, которые терпят поношение. В пытках тело разделяет муки вместе с душой. А в порицании вся тяжесть падает на душу одну. Вот так, как сейчас. Поэтому оно и для Иова было тяжелее всех прочих ударов. Ну, помните, последняя жена от него ушла с такими словами, что она говорит, ты все еще жив, терпишь. Скажи Богу некое слово, и умри. А что за некое слово? Кощунственное слово. Скажи сразу на Бога. Кощунственное. Она знала, что Господь это Всевышний. Он над всем стоит, все сотворил. И поэтому, если его поругать, Бога, он тебя убьет просто, и все. Чего ты мучаешься, дурачок? Ох и муч, что у меня бестолковая. А до этого ее нигде не было слышно. О ней никто не говорил. То есть, почему? А зачем говорить? Он ее любил. Если он других любил, кто к нему приходил, и так далее. Всех принимал. Нищих, кормил их. То понятно, что жена у него как сын в масле каталась. Можно спросить? А вот 10 детей, которые Бог дал потом от них, они... Сестра... Это не написано. Почитают обманщиками по причине порицаний. Но мы верны, что доказывается, богохвалениями. И у нас тут в контексте в этом полковании был еще подчеркнуто большими буквами и жирным шрифтом. Написано одно предложение, подчеркнуто, выделено. Способствовал успеху его проповеди. И небольшой комментарий на это высказывание. Для тех, кто боится начать проповедовать чисто по Евангелию и боится более всего своего епископа или священника, апостол Павел и блаженный Феофилак подтверждают, что всякое гонение за проповедь будет делать ее более прочной и плодоносной. Ну и видите, сегодняшнее интернет-сообщество было рождено именно в те дни Когда больше всего мы получали гонения Вот когда здесь был епископ Максим Здесь нас больше всего преследовали Ну там с Антонио началось понемногу А Максим тут продолжил до конца И куда бы мы ни пошли, мы были раскольниками, сектантами даже Еретиками даже называли То есть несмотря ни на что И поэтому Господь нам даровал Перейти на такой уровень, непонятный для нас Это интернет Вот видите, написано, идет видеозапись для интернета Как интернет, никто не понимал Вдруг Господь открыл, нашлись люди А братья были у нас здесь и грамотные И очень грамотные, и молодые И всякие Но открылось это именно тогда, когда Самый такой пик был вот этих гонений от этого человека Епископа от этого И тогда начали люди приходить в других странах Вспомните там из Америки, из Австралии Если кто смотрел или смотрит сегодня составляющие нашего сайта Кто смотрит Уже весь мир покрыт этими точками С каких городов, с каких областей выходят люди С Австралии, с Америки С Северной Америки Где США С Мексики Отовсюду есть люди Ну больше всего конечно это Украина Белоруссия Ну и сама Россия покрыта Греция очень сильно тоже Потому что туда люди переехали Германия Туда там тоже много людей Которые у нас крестились Представьте И которые смотрят И радуются просто Вере нашей 2 Коринфянам 6 глава 9 стих Мы неизвестны Но нас узнают Нас почитают умершими Но вот мы живы Нас наказывают Но мы не умираем Часто нам говорят А Игнат Игнатьевич еще живой Кто-то выйдет там А Игнать Игнатьевич Я вот знал Лапкина Он еще живой Да он у нас в старостах Да Он книги пишет Да вы что Удивляются Для одних Говорит Блаженый Феофилак Были уважаемы И знаемы А для других Недостойные того Чтобы знать их То есть Как приговоренные Осужденные на смерть И по мнению Устроивших нам Ковы Умершие Но силой Божией Мы живы Попускает это Говорит Бог Для того чтобы Чтобы вразумить нас Ибо еще Прежде будущих наград В настоящей жизни Немало происходит Пользы От наказания Это взято У Давида Который говорит Строго Наказал меня Господь Но смерти Не предал меня Псалом 117 18 стих И 10 стих Нас огорчают А мы всегда радуемся Мы нищие Но многих обогащаем Мы ничего не имеем Но всем обладаем В чем же дело здесь И блаженный Феофилак Растолкует нам Хотя по внешности Кажемся скорбящими Но Наслаждаемся Совершеннейшей радостью Помните Когда ты постишься То сделай лицо Радующимся Помашь волосы твои Что как будто У тебя какой-то праздник Радость Ну вспомните Вот у нас Сентябрь прошел В сентябре Три праздника Которые постные И мы должны Не скорбеть В эти посты А радоваться И один очень интересный Такой праздник И там Спросили в школе Ты что такой Сегодня веселый Радостный Мальчика Верующий Он говорит У нас сегодня праздник А что такое Пост Сегодня Пост И праздник А что за праздник Пост Явно крестителю Голову отрезали Вот Радость какая Поэтому мы тоже Должны Так же радоваться Не просто так Отрезали ему голову Да не Это главное было Что отрезали А главное было Что Что все это Вошло в века И теперь люди Через это обращаются К Господу И знают Что за Бога Можно претерпеть И получить награду Не забудем Что он креститель Выше всех пророков Рожденных Женами Написывал Хотя Например Святых В Иерусалиме Тоже показывает И далее Не Привязанный Ни к чему В здешней жизни Имеет все Если бы Возможно было Написано Слово Божие Говорит Вы исторгли бы Отчи свои Отдали мне Это Галатам 4 глава 15 стих Когда апостол проповедовал То есть до такой степени Люди Восприняли слово Его Через его уста Видео никакого не было Как же такие люди Могли Жалеть для него Имущество Спросим мы А он там Говорит об этом Что они Были прижимисты Перечислил Все Все это С той По целью Чтобы Не смущались Чем-либо из того Что кажется Прискорбным То есть Свойство на человеку Меняться И поэтому Мы должны Смотреть На человека Если он Покаялся Уже по-другому Потому что Кающийся человек Он Становится Возможно Уже святым Пред Богом Вот так Господу Слава Веки Веков Аминь В продолжение Темы Сегодняшних событий Не знаю Все конечно Кто Участвует В молитвенной поддержке Они это Увидели Но Для тех Кто не видел Даже вот Пример Можем получить От баптистов Баптисты Имеющие Благодать Призывающие Обращающие Они Показывают Нам Пример Стойкости Верия И вот Ребята Когда узнали Что я Верующий Они сначала Смени Начали Смеяться Ну что Я там Тизм Все Смениваем И вот так И смеялись Они Не смеялись Через 15 минут На лампе Начали Смени Смени Вы знаете Ребята Я Я Сиди Переживаю Думаю Верно Слушать Что-то На телегове В какой-то Момент Было Что Не надо Никуда Берять Надо просто Встать На колени И молиться Я так Посередине Стал На колени Говорю Господи Великий Бог Защити меня И вот Начал Ранить Некоторых Ребят Ну и я С одним Из ребят Получается Уехал Уехал Вместе На машине В госпиталь И вот Я в госпитале До сегодняшнего дня Работаю Так что Бог Может Из тяжелых Ситуаций Где С вас Смеются Может Выводить Если Вы Верны Остаетесь И Я вам скажу Потом Я когда возвращался К своим Ребятам Совсем Другие У них Уже Взгляды Были А мне А мне О вере Они Уже Не смеялись Что я Баптист Они Уже Наоборот Почлили Большим Уважением Мне Аж Даже Неудобно Было Почтением Каким-то Таким Услужливостью Относились Ко мне Потому что Потому что Действительно Бог Поместил Туда Где Оказывал Помощь Очень Многим Ранен Хочу Вам Пожалуйста Чтобы Знаете Не встретились Никогда Богом Чтобы Говорили О нем Я думаю Он Будет Благословлять Ребята Всем Хорошим Вот так Дай Бог Чтобы Наши Братья Как уже Сказал Брат Игорь Которые Уже Призваны От нас Они Наверное Приехали В Омск Где Учебка Для Обучения Это Два Брата Никита И Александр И Максим Они Уже Там Чтобы Они Пройдя Это Горнило Сохранили Или Возродили Ту веру Которая У них Все Так Я надеюсь Была Или Обрели Истинную Веру Основную На Страхе Господня На Слове Сютуна В интернет Сообществе У нас Георгий Пахмутов Он Крестился В том Году И Ему Сказали Чтобы Он Сидел Никуда Не Ходил А Он Так Ну 33 34 Года Ему Очень Подвижный Очень Самостоятельный Человек И Он Судя по всему Хотел Просто туда Попасть И Он С этим Заявлением Что Он Не Будет Держать В руках Оружие Пошел В военкомат Его Призвали Сразу Вручили Ему Повестку Хотя Скорее Всего Тут же Ее Выписали Просто Посмотрели Рассмотрели И Хочет Сильно Ну Вот Выписали Но Не Поняли Его Твердости И Он Сказал Я Оружие Брать Не Буду Ну Узнали Кто Он Хлеб Хорошо Печет Они Говорят Отлично Нам Там Нужны Хлеб Пеки Будешь Хлеб Печь Помогать На Кухне И Так Далее Все И Отправили Его В действующие Эти части Ну Там Которые Собирались По Приезду Туда Начали Его Опять Обрабатывать Оружие Взять Он Говорит Я Сказал Что Оружие Будут И В Конечном Итоге Помучавшись Немного Сказали Нам Нужны Солдаты Тебе Места Здесь Среди Нас Нет Пока Пока Так Что Езжай Домой Домой Непонятно Да То Есть Дело Этот Баптист Он Не Сказал С Оружием Или Без Оружием Скорее Он Был Конечно С Оружием С С Оружием С Ну Это Не Значит Без Копе Когда Вначале Сидел И С Оружием Был Наверное Он Жене Бросил Автомат Поэтому Я думаю Что В Военной Форме Естественно Да Скорее Всего А наши Братья Они Говорят Мы Не будем Оружие Брать Он Подал Заявление Брат У нас Как Мы Приехали Брат С Кургана Беспокоить За него Куратор Духовный И Конечно В итоге Вот Сейчас 1 Ноября 3 Получается Поеду 3 Понедельник Завтра В военкомат Будут проходить Повторами Комиссию А там В конце Уже Скажут Куда Направят Меня Скорее Всего Будешь Чем-то Полезным Заниматься Люди Везде Нужны Это Однозначно Всегда Такое Было Вопрос Альтернативность Максима Водителем Максима Водителя Никиту То есть Вот так Сейчас Я так понимаю Вот теперь Сестер Проверить Сложно Молодых Которые Подрастают Наши дети Я считаю Наши Потеряете Здесь У нас И верующие Которые знакомые Нам Хорошо Их дети Как проверить Девушек Девушек Проверяется Замужеством За кого Она Замуж вышла Или остается Соломудренной До сих пор Или замуж вышла За верующего Понятно Тут можно Определить Уже Верующая Она Или нет А как Проверить Вот Братья Их не Проверишь Никак И вот Господь Дал Такую Нам Проверить Через Злобу Сильно Злобные Братья У нас Которые Подросли Которых Мы В общем Со своей Душой Взращивали Здесь Все вместе Или Не очень Злобные Ну и вот Видим уже Что Один брат Тут среди нас Не злобный А это главное Мы сейчас Только говорили Об этом Благодать Обращаюсь И последнее Какой ты Злой ты Или нет Это Дух Святой Проверяет Дух Приходит Дух Святой Человеку Если ты злой Он не будет Жить с тобой Даже написано Более того Что зло И гнев Они не для человека Сотворены Богом Написано Это Сираха Одиннадцатая глава Двадцать первых стих Зло и гнев Не для человека Сотворены Понятно Это только Для глухов Злобы Поднебесной Такое творение Ну Так же как Ад Игнат Игоревич Уже сколько времени Сколько лет Он уже говорил Обращался к молодым О том Что нужно писать Заявление о том Что вы Согласны Служить Какое угодно Дело делать Но не брать В руки оружие На альтернативной То есть в противоположной Основе Оружие Без оружия Что без оружия Можно Кормить Ухаживать Таскать И так далее Брат у нас Запрыгнул В последний вагон Что называется Да А ты Еще бежишь За последним вагоном А ему еще Рановато Его не поймут Еще не призывник Ну ему 17 Ну 17 год идет В 17 лет Будет 17 Можно подавать Потому что уже Ему повестку дадут Ему будет 17 А ему повестку дадут Ну как только Из призывного пункта Придет бумага Так надо писать Да Только на тебя Внимание обратят И ты сразу Раз И тоже Внимание на них Обрати И вот Еще будет Один брат Незлодный Слава тебе О болящих Значит Татьяна Кузьминична Продолжает болеть Не смогла сегодня Прийти Я посетил ее Но Сильно болела Она после Обследования Один день Обрушились Со всех сторон На нее Она еще Тут мнительная Такая Меня там Облучили Со всех сторон Все Я уже погибаю От лучей Зенгеновских Ну можно понять Откуда вы Посмотрев на Духовного отца Ну Одним словом У Игната Тихоновича Его же укусил Квещ Не знали что ли Он собирался Сюда приехать И Когда мне показали Переслали Фотографию Его Там Действительно Было Воспаление Очень сильное Осталась голова Там внутри тела И вокруг Этой головы Конечно Было сильное Воспаление Радуга Это Вот Но Я показал Это специалистам И говорят Ну ничего особенного Тут нет Нужно То-то То-то Делать Я Поручил Эти дела Лене Барабаш Она Все Передала Научите нас Виктор Андреевич На всякий случай Отдельно будет занять И Все У него Там были Мене Благополучно Так что Слава Богу Ну Когда мы Ехали сюда Они Параллельно Везли Вместе На машине Еще Пшено Что ли Пшеницу Пшеницу Голубям Голубям Вот Ну Получилось Что Не зря Съедли Потому что Привезли Корм Голубям Ну а Когда я ему сказал Что не надо Никуда ехать Он там Дозаврался Да Благодарить Меня Я такой Причем Здесь Не надо Ничего Делать Никуда Ехать Он боится Мне Маснут Укол Какой Нибудь Я умру Да Ну что Ну В моем Присутствии Все будет Никакого Укола Не будет Вот Я согласился Поехать Еще Болящих Николай Пурчина Они Строят Дом Там Где Он Один Еще Строят Они собирались Вести Хозяйство Еще и зимой Он в прошлый год Постался Там Зимовал В этой Сараюшке Где он там Жил Эту зиму Там Тыгрался Было Всего Как он Перезимовал Не знаю Нынче Собирались Они Но не получилось Аня заболела И У него Не получилось До конца Довести Это строительство Нога у него Еще Он полез Накрыть Что он успел Сделать Нужно было Накрыть Чтобы от дождя От снега Как-то Защитить И с крыши Это слетел Слетел И приземлился Мягким местом Прямо На какую-то Железяку Так что Не знаю Что там Есть Переломы Ни-ни-яд Но его Тут Надя Нуха Провела Они там В трампунте Были Рентгеновская Общадка Не стали Делать Не стали Ушиб Семь И все Отправили Он там Деревне Там Хозяйство свое Корову Там И все Прочее Вот Так что Они лишатся Хозяйства И переберутся Сюда Наверное Но они Еще Не вполне Заживают Там Есть Некоторые Основнения Так что Молитесь Продолжайте Она ходит На перевязке Думуха Татьяна Подключилась К этому Дему Вроде Как она Помоги Господи Так что У нее Это Варвара Ну она Учеба Уже У нее Началась Она Таскает Его с Мироном Ездит На Занятия Занятия Там еще Музыкальная Школа И обычная Школа Так что В общем Там у них Кутерма Целая Вот Еще Татьяна Антонина Татьяна Кузьмич Написала О том Что Антонина Болеет Еще Болеет Сегодня Прислал СМС Валера Сокольских Пишет И меня Захватил Вирус Тоже Болется С вирусом Но Третьяковы Все Болеют Там Вирус Тоже Полыхает Ну Видим Что Половину Бойцов Нету Болина У меня Дмуха А вторно Забоял Ну вот О полине Чуть Что я Не сказала Сегодня Костя Тоже Болеет Костя Болеет Дмуха Надежда Путешествующая Два дня Будет Путешествовать Молитесь О Путешествующих И батюшка Путешествует Ну батюшка Путешествующий А кому-то Батюшка Дал Какие-то Информацию Я просил Батюшка Без информации Нас не оставляйте Кому будете Посылать ее Говорите Чтобы и нам Тоже перепадало Что-то А то вы уезжаете Как будто В космос Улетели Он на сколько Обычно уезжает На месяц Больше может Иногда Чуть меньше Так Ну еще Прошу молиться О моей Супруге Надежде Значит Шестого Они с Никитой Едут На Новосибирск На оперативное Лечение На стопе Ну то есть На операцию Будет ложиться Операцию Да Никита Маму отвезет На операцию И потом Обратно приедет Конечно А потом Ну конечно Заберет Даст Бог Вот Так что Смотрите Что Операция Прошла Более благополучно Чем здесь Дважды Ее оперировали В федеральном церкви Неудачно Там На стопе Проволока Вылезла Там не одеть Ничего Прям Природная Проволока Какая природная Там же Соединяют Время операции Металло Остеосинтез Как называется Операция Соединяют Кости Убирают Лишнее Отрезают Соединяют Так как Должно быть Ну и Вот это Соединение Оно Вышло Ну доказал У этого У Алексея Семеновича О нем Тоже Моритесь Он Третьего Числа Тоже Пойдет На Следование Дополнительное У него Повторно Прооперировали Тазобедренный Сустав Там Все время Говорили Что колено Колено Оказалось Что не колено Все таки Тазобедренный Сустав Он сколько Там Больше Десяти лет Его неудачно Прооперировали У нас В больнице Краевой Первый Тазобедренный Прооперировали Его Хорошо И до сих пор А второй раз Прооперировали Наши Хирурги Не очень Удачно И в этом Там были Осложнения И в течение Многих лет Это осложнение Так себя Проявляло Ну и вот Во второй раз Его на этом Тазобедренный Суставе Прооперировали Он до сих пор Уже больше Двух месяцев Пьет антибиотики И я думаю Ну как же так можно Но потом выяснили Что в таких ситуациях Там уже Лекарственная болезнь В общем Ну так что Помолите Что вы там У него все болели Установилось Что они Установилось За бедным Суставом Еще О кого Мы не вспомнили У кого Есть нужда Да По переезду Елены И Михаила Из одной Стороны В другую То есть Они приезжают На самолете 6 октября Должны быть Фауру Я говорил Надо помолиться В семье Потому что То есть На этой неделе Они летят Уже 6 И 8 В Барнауле Будут они Восьмого Дети там Да зачем Они взрослые дети Они распоряжаются Своей судьбой Они сами по себе Они там Никуда не собираются Она же говорила Я думала Маленькие У нее Нет Они взрослые Она же уже 60 лет Взрослые дети Они там Адаптированные Никуда не собираются Она врач И еще Память сегодня Благоверного князя Игоря Черниговского Игоря Черниговского Это мой Поэтому Имена Игоря Носят Поэтому Я и хотела Их поздравить С ангелом-хранителем Еще Ангелом-хранителем Да По-любому Батюшки нет Поэтому Они не приехали Может и болеют Но сообщений не было Вчера мне Надежда звонила Мечка не сказала Что болеют Она просто просила Батюшка будет Я говорю Он в отпуске Так что на месяц Их не будет А может и приедут Гречников Да Наталья с Алексеем Вернулись домой Путешествующих Кто молился Путешествующих Но благодарит Наталья И Алексея Благодарит Ну и Воскресенье Игнатий Тихонович Должен приехать В понедельник Десятого Десятого Понедельника Будем? Да Понедельник А ну тогда Понедельник Тогда еще Будем Стены там Может успею Ну при нем Доделаю Да это нормально Уже что Стены Это нормально Уже все Заставят Отрывать Да Он этим не занимается Он не ювенальная Истина Дай бог Так И челка Ну батюшка Тогда Когда уезжал Говорит Что матушка болеет Не знаю Продолжать Она болеть Или нет Она постоянно Болеет Умывальник Заменяем Вот умывальник Надо поменять Поставить Отрыв Вообще Быстро Быстро Куда Выкинуть Он скажет Покупайте Мне Лучше Когда Новое Купить Там Бактерии Вот Такие Там Монстр Сидит Уберите Не Показывайте Все Он успокоится Выкинь На помойку Нет Брат сказал Что заменит Только надо Доделать Это В первую очередь И тот Убрать А тут Альтернативу Поставить Старый Или новый Но непонятно Конечно Выбор Его Сравнить Игнатиг Мы знаем Ясно Что Он Выберет Одним Словом Надо Поблагодарить Николая Петровича За его Труды Здесь Огромные Труды Спасибо Я это Спаси Христос В этом году С Володей Мы хотели Это делать Спаси Христос Спаси Христос Тех Кто Доделали Эти дыры Повесили Тряпочки Любовь Николаевна Благодарность Любовь Николаевна Большая Ну и Константину Конечно Герои Константин Наконец-то Сознал Что Меня нету Наконец-то Уже В этом году Поняли Что Меня нету Что Я не шучу Еще У кого есть слово Вот сестра Да Александра Михайловна Братья и сестры Благодарю вас Всех Зармодей Господь Бог Меня посетил И снова Помог мне Встать Вряды Наш Славить Господа Бога Аллилуйя Мы рады Видеть вас Аллилуйя Да Аллилуйя В 16-м году Вижу Александра Михайловна Проходит Я думаю Кто это проходит Вот там А Сегодняшняя Александра Михайловна Второе рождение Еще С нами побудет Слава Богу Это редко бывает Кстати Кто как заболел И все Все Выбывают Вот Маргариты Нету Я уж тут сказал Я могу просто Ее привозить Если она Желает От меня Недалеко Там всего Ну 7 минут Конечно Желает Ну да Ей-то сойти Надо Я же не могу Ей вытащить Вот в чем дело Я ее так-то Часто подвозил Ну вот она Иногда Она сама Высади меня Я на трамвай Потом поеду Там Или еще А так вот Часто Просто ей надо Тебе самому Предложить Услуги Позвоните Предложите Она стесняется Людмила Степановна Людмила Степановна Тоже от меня Недалеко Тоже Недалеко В принципе Я один раз Ее подвозил С Людмилой Степановной Мы разговариваем Часто Она Иногда Ходит Балтийскую Но Ей Очень Ходить Далеко Тяжело Мне голова Кружится Она Может Упасть Где-нибудь Я вообще Сказал Я буду Подвозить Увозить Буду Вас И все Она Это Говорит А тут Далеко И те же Здесь А по пути Там Я не знаю У нас Кто Водители Есть Да я Вам Третий раз Говорю Как будто Вы меня Не слышите Еще ругаетесь На меня Главное А вы Такие Советские Мы Вот так Вот Воспитаны Я скажу Мы Никогда Не позволим Нас Везти В церковь На машине Будем До конца На ушах Ходить Я Скажу Буду Сегодня Давайте Вы как-то между собой Договаривайтесь Главное Недалеко От меня Все это Происходит У меня Машина На газе Слава Богу Слава Богу Аллилуйя У меня на газе Да у меня Поменьше Дайте Брату Заработать Наград Я просто знаю Что это Недолго Будет Продолжаться Вон Раиса Николаевна Ну Три года Повозил Я ее Все Нету Возил Марию Яковлевну Но Она еще Есть Марию Яковлевну Чуть Подольше Повозил Слава Богу Жаль что ты Не рядом Со мной Живешь Я не отказалась А ты вообще Тут недалеко Тебя по пути Нужно забирать Вот так По кругу Только раньше Надо видишь Выезжать Там я могу Вообще Раньше выехать А не рядом Там Так давайте Будем завершать Дальше у нас Как обычно Сосновение Трапеза Занятия Достойно Есть Якова Истину Ложите Тя Богородицу Лисно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без Сравнение Серафим Безыскрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Иноплеменников От Мутных Распри От Беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И Защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покажутся В небережении Своем И проповедуют Смело И на Славном Об Иисусе Христе Господи Праведно Суды Твои Назосе За то Что Оставили Тебя И Слово Твое Изначенное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Закрыли Имя Твое Бога Иегова Дух Святой Да Заставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вот и я Алва Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твои Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Спасибо Субтитры